Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня опять видео Руки-говорюки, себя я не показываю Я в ужасном состоянии Вчера был очень трудный день Я просто физически Истощена Сегодня я хочу показать вам Свои пустые баночки Я думаю, что для этого не обязательно видеть меня Здесь мы снимали с мужем Пытались снять видео С его реакции на парфюмы Но у нас ничего не получилось Поехали по пустым баночкам С последнего видео у меня накопилось Достаточно много пустых баночек Одна из таких Это Schwarzkopf Professional Mad About Waves Сухой шампунь, именно спрей Очень классный Насколько сухой шампунь Белый может не оставлять На лице Такого белого налета Очень приятно пахнет, ненавязчиво Потому что некоторые шампуни Имеют очень сильный запах У этого классный запах Так быстро выветривается Не оставляет, как я уже сказала, белых следов Легко вычесывается Придаёт объём И, в принципе, не заметен на волосах Очень рекомендую Если у кого-то есть такая возможность Купить Попробуйте Ну, кто пользуется сухими шампунами Следующая покупка у меня Это не пустая баночка Но вообще, короче Отвратительная покупка В Дрогосе купила Такие, типа, бьюти-блендеры Отвратительные У меня уже тут волосы налипли какие-то Давно они у меня лежат Один раз попользовалась Я хочу их выкинуть Оставила только для того, чтобы показать вам Предостеречь, кто из Риги, из Латвии В Дрогосе не покупайте Вот этот кошмар В общем, их нам Их мочишь Они абсолютно не прибавляют в объёме То есть, это вот такая очень твёрдая Такая тугая губка Впитывает продукт Как пылесос И на лице ничего не делает Ничего не распределяет То есть, он впитывает продукты И на лице у вас ничего не остаётся Не знаю, мне кажется Если так это Ею так Делать стоит Достаточно травматично даже В общем, пробовала я, пробовала Экспериментировала Поняла, что вообще Извиняюсь, какашка просто Последняя Выкидывала Так, следующее Пыль У меня ремонт нескончаемый Просто с декабря на кухне И у меня везде пыль тонет Лореаль мицеллярная вода Мицеллярка Мицеллярка Это был подарок за покупку В магазине С удовольствием использовала У меня ещё такая же Есть Хорошая мицеллярная вода Глаза не щипят Если надо будет купить Куплю Дальше Нейчер бокс Крем для рук Ванильный, вкусный Написано, что с маслом макадамии Не скажу, что он мне ошибка понравился Ну, если кому-то нравится Крем для рук С таким сильным запахом Рекомендую попробовать Ну, никакого чуда с руками Он не сделает Ну, да, легко Так питает Увлажняет Руки становятся Такие, как и после Крема Ничего особенного На зиму я его не покупала бы себе Но на тёплое время года Когда руки не обветриваются Ну, ничего Следующий продукт для лица У меня какая-то была невероятная покупка В одной из интернет-аптек Мне надавали столько пробников Я думаю, что сумма пробников была гораздо больше Чем сама покупка В общем, был комплект такой Филарга Увлажняющий крем Мицеллярка И маска увлажняющая Маска увлажняющая у меня ещё есть Я её пользуюсь Мицеллярка у меня уже давно закончилась И вот такой увлажняющий крем Очень мне понравился Но стоит он как крыло самолёта Вот я его прям изнутри использовала Выполняет свою функцию Но, по крайней мере, без скидок Без каких-то особых предложений Я его покупать не буду Потому что для меня это дороговато Лак для волос Сильной фиксации В принципе, основную часть Зврызгала дочка Но объём классный Тут всего лишь 100 мл Мне для моих волос больше не надо Выполняет свою функцию Замечательный лак Не склеивает волосы Единственное, что Если он долго стоит То вот этот вот спрей Он немножко засыхает И нужно подержать под тёплой водой Чтобы он немножко размягчился И лак брызгал Те, кто любит делать подчёски Любит фиксацию сильную Но эластичную советую Но он такой грязный Извините, пожалуйста Уж старые баночки мыть я точно не собираюсь Ещё одна мицеллярка Это Она такая уже совсем пожившая Сын пооддирал Сейчас секундочку оторву Не отрывается В общем, эта наклейка мешает рассмотреть название Это гарниер Мицеллярное желе Очень мне понравилось Оно прозрачное С чёрными такими частичками Мне понравилось Что его на большее время не хватает Так как мицеллярка Вот такая жидкая Где она у меня? Вот эта жидкая мицеллярка Она прямо как вода А вот эта мицеллярка Она достаточно экономно используется Потому что она не впитывается в ватный диск И вся жидкость, которую вы выдавливаете Наносите на ватный диск Она, в принципе, оказывается у вас на лице Не щипит глаза Выполняет свою функцию Очень хорошо тушь смывает Мне понравилось Буду покупать ещё с удовольствием Следующий это дезодорант ФА Который защищает 24 часа Как бы И не виден на чёрной ткани Дезодорант как дезодорант Был очень приятный запах Понравился Я предпочитаю дезодоранты в стике Закончился очень Мой горячо любимый продукт Это кислота Пилинг от The Ordinary Он такой красный кровавый Это просто находка для меня Я теперь больше вообще не пользуюсь скрабами Отличный пилинг У меня была Вот он такой кровавый У меня была проблема Что чёрные точечки на носу Они никуда не уходят Вообще ни от чего Этот пилинг избавляет меня Чёрных точек Просто идеально Скрабиться не надо Кожа гладкая Подтянутая Красивая Без прыщичков Без чёрных точек Очень рекомендую Но не для чувствительной кожи Конечно У меня уже вторая баночка Подходит к концу Делаю я его два раза в неделю Оставляю на лице До 10 минут И потом делаю увлажняющую маску какую-нибудь В основном тканевую Но сейчас вот когда тканевые у меня закончились Я вот из вот этого набора филарга Делаю увлажняющую маску И ещё один продукт о The Ordinary Это аскорбиновая кислота Сейчас у меня ухода достаточно много Я её закончила и пока не покупаю Но когда у меня закончится уход Которым я пользуюсь сейчас Обязательно я себя куплю Ну то есть это витамин С С утра наносишь на кожу Кожа сияет Красивая Подтянутая Молодая В общем мне очень понравилось Так вот некрасивая Уберём Так что ещё Есть такой у нас местный бренд BB Factory Это да что у меня везде волосы Господи ты боже мой BB Factory Это хендмейт Ручная работа Делают кремушки Тут вот прямо они пишут Когда это сделано До какого числа Это использовать Крем как крем Ничего плохого про него сказать не могу Стоил он около 6 евро Заказывала его онлайн Долго его ждала Здесь кстати 15 миллилитров За 6 евро Нормальная цена Здесь очень хороший состав Не знаю Вряд ли буду покупать снова Другой у меня есть фаворит для глаз Закончилась вот такая вот Пенка Не знаю в прошлом видео показывала или нет У меня давно закончилась Отличная пенка для умывания Но абсолютно не фаворит Закончилась и забыла я её Также у меня закончился Отливант White Pizzles От Cake and Me Sherry Я даже не знаю Сейчас он производится или нет Очень красивый аромат И на самом деле я жалею Что когда у нас был Cake and Me Sherry В магазинах Я не купила много ароматов У меня Ещё есть Отливантов Наверное 6 Мне они всё очень нравятся Это тоже нравится Я подумываю о покупке Аромат такой кремовый Уходовый Цветочный Бело-цветочный Красивый Женственный Элегантный Стойкий Нежный У него красивый шлейф Он не чересчур Он очень деликатный Закончилась паста От Dynters Мне уже даже краска вот слезла Что про пасту хочу сказать Из того что мне понравилось Что эта паста реально для всей семьи Она Тут даже написано Что детям До 6 лет Надо пользоваться этой пастой В присутствии родителей То есть Дети могут её пользоваться У меня сын ей тоже чистил зубы Она абсолютно не щипет Для него это было плюс Для меня это минус Я предпочитаю Чтобы паста Давала ощущение свежести Она Ощущение свежести Ну как В ней мяты никакой нету Она такая Немножко ягодная Сладенькая В общем Ребёнку понравился Вкус Мне На мой Господи Кошка Шт На мой взгляд Ну я предпочитаю пасту Всё-таки Такую мятную Освежающую Ещё от Dynters Закончилась Суфле для душа Рижская сирень Мне очень понравился запах Он пахнет сиренью И мылом Что мне не понравилось Мне не понравилось то Что оно Абсолютно не мылится И у меня вот этот тюбик Ушёл Ну наверное За Две недели Ой Господи За две недели Наверное Им очень приятно Пользоваться В плане текстуры И цвета И запаха Но он абсолютно Не экономный С учётом того Что этот тюбик Стоил по-моему 10 евро 125 миллилитров Грамм На пару недель Как бы Нет Побаловалась И больше покупать не буду Из декоративки Закончилась Тушь Анастейша Беверли Хиллс Классная тушь была Поначалу я её не поняла Потому что Она давала Такой Ультра Прям Прокрашенные ресницы Такой объём Прям Такие Ну прям Явно Накрашенные ресницы У неё такая Классная Толстая Кисточка С Не силиконовая Такая у неё Ворсинки В общем Отлично смывается Отлично держится Один слой И Пошёл Понравилось мне Скорее всего Куплю ещё И ещё одна Тушь для ресниц Которую я купила И В принципе После этого видео Я её выкину Я им пользовалась Пыталась пользоваться Несколько раз Когда-то Я очень любила Эту тушь По-моему В золотистом Или в серебряном В тляре Это просто Какой-то кошмар Она С силиконовой Кисточкой Вот такая Вот кисточка Какая-то непонятная Вот у неё Тут есть Ворсинки Нет Ворсинок Ну такие Гребешки В общем Это кошмар Она Слепляет Все ресницы Эта тушь Размазывается По всему лицу Её Очень трудно Потом снять Ресницы Как будто Становятся Как Пластмассовые В общем Просто Кошмар Какой-то Выкинутые На ветер Деньги А ещё Один Шампунь Индола Экна Очищающий Шампунь Для тех Кто любит Стайлинг И сухие Шампуни Периодически Надо Мыть голову Именно Очищающим Шампунем Чтобы Удалять Весь Вот этот Вот Мусор Который Вы наносите На волосы И на кожу Головы Чтобы Не забивать Поры И очищать Чешуйки На волосах Понравился Ну У меня ещё Один Есть Очищающий Пунь Другого Бренда В принципе Этот Тоже Отличный Был Прямо После него Такая Скрипучая Чистота Ещё Одна Тушь Которая Уже Подходит К концу Я её Решила Показать В этом Видео Потому что Её тут Осталось На пару Раз Буквально Нужно Бежать В магазин Покупать Ещё Maybelline New York Curl Bounce Кошка Сама Сходит Чёрная Тушь Для ресниц Первый Раз Покупала Мне она Очень Понравилась Её Достаточно Наносить В один Слой По крайней Мере Мне У неё Такая Изогнутая Кисточка Очень Классно Загибает Ресницы Придает Объём Умеренную Такую Длину Хорошо Смывается Не Отпечатывается В общем Ресницы Накрашенные Такие Мягкие Красивые Очень Такие Натуральные Мне Очень Понравилось Буду Покупать Ещё И Хотела Вам Это Свечка Из Икеи Пахнет Она Туберозой Боже Какой Это Запах Прям Пахнет Парфюмом Тонким Красивым Деликатным Парфюмом С Туберозой Одну Сожгла Вторая Стоит И ещё Одна Начатая Купила Я её Больше Наверное Из Посуды В которой Она Практически Ничем Не пахнет Честно Даже Вот Сейчас Слушаю И не понимаю Чем Она Заявлена Чем Она Пахнет Очень Деликатный Такой Немного Цветочно Сладковатый Такой Запах Больше Я покупала Из-за Посудинки Из-за Того Что Тут Два Фитиля Мне Нравится Как Она Горит Очень Красиво И Ещё О чём Я хотела Рассказать Показать Я Для себя Открыла Красивый Бренд Такой Это Латвийский Дизайнер Который Делает Бижутерию Достаточно Дорогую Производство Италия По-моему Если я не ошибаюсь Но да Дизайнер Наш Местный Первый Фаворит Который Я прям Так Хотела Я Очень Рада Что Я купила Эти серёжки И Носила В принципе Их Чуть ли Не каждый День Такие Серёжки Это Не Золото Но Внутри Настоящая Ракушка Как Это Называется Ракушка Наверное Да Их Можно Носить Вот Так Вот А Можно Снять И носить Как Отдельно Колечко Красивые Качественные В общем Я от них Балдею Ношу их Практически Каждый день Вот такие Вот колечки Красивые Ещё От этого Бренда Тоже Я купила Не удержалась Вот такой Вот Ананасик Получила Уже На него Некоторые Комплименты Это На шее Украшения Тут Такие Прямо Детали Красивые Эти Камушки Зелёненькие И Что Интересно В застёжке Тоже Есть Камушек И это Так Мило Так Красиво То есть Вот Такая Красота Ещё Одно Украшение На шее Тоже Вот Этого Бренда Вот Такое Солнышко Золотое Оно Невероятно Красиво Переливается Если бы У нас Удалось Снять С мужем Парфюмерное Видео Хорошо Вы бы Меня В нём Увидели Красивое Такое На лето Солнышко Когда Не хватает Своего Солнышка И тут Тоже На застёжке Вот Такой Вот Камушек В общем Это всё Что я хотела Сегодня Вам показать Надеюсь Вам понравилось Это видео Или Чем-то Было Полезным Спасибо За просмотр Пока Ещё Начала Скачивать Видео Забыла О том Что Я Хотела Показать Покупочки Из Магазина Пепка Это Такой Недорогой Магазин Всяких Интересных Штук Для дома Дочки Купила Вазочку Которую Она себе Присмотрела Давным-давно Решила Сделать Такой Сюрприз Вазочка Стоила 4,50 Такая Вот Красивая Фигура И Дочка Говорила О том Что Было бы Неплохо Туда Вставить Поставить Вазочку Сухую Траву И как раз Мы с подружкой Гуляли И я Нашла Вот Такую Вот Сухую Траву На улице Так что Вазочки Сделала Сюрприз Пускай Оформляет Красивенько И еще Очень нужная Покупка Мусорные Мешки Подружка Посоветовала Кто из Риги В магазине Олимпия Открылся Магазин Профессиональные Косметики Ну не только Профессиональные Но очень много Профессиональных Брендов И я Кое-что Себе Купила У меня Заканчивается Уход Мой Ночной Купила Такой Холика Холика Гиалуроновую Кислоту Мне В пробнике В тестере Очень понравился В магазине Порекомендовали Будем Пробовать Такой По крайней мере Когда я В магазине Попробовала Было Очень приятное Ощущение На коже Освежающее Увлажняющее Буду Пробовать И Взяла Попробовать Крем Были В баночке Большего Размера Но я взяла Попробовать Сколько тут 20 миллилитров Такой Крем Тоже На лето Какой-то Супер Керамид Глубоко Увлажняющий Бла-бла-бла В общем Не знаю Попробую Тоже От Холика Холика Попробовала В тестере Ну конечно Ничего не понять Ну Консистенция Мне понравилась Ну Попробуем Посмотрим Что он из себя Представляет Может быть Надо будет Покупать Баночку Побольше Вот Теперь все Всем мира и добра Пока